Сенат США продвинулся к одобрению временных расходов бюджета. Законопроект о предотвращении частицной приостановки работы правительства США преодолел первое процедурное препятствие в Сенате. Законодатели пытаются провести эту меру через Конгресс до установленного 19 января крайнего срока, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Reuters. Законодательство призвано дать Сенату, в котором большинство составляют демократы, и Палате представителей, контролируемой республиканцами, больше времени для принятия мер по расходам в размере 1,59 трлн долларов на финансовый год, который начался 1 октября, Сенат проголосовал 68 голосами против 13 за начало дебатов по законопроекту о временном финансировании, приближая его к принятию. Ожидается, что после одобрения законопроекта Палата представителей незамедлительно его рассмотрит, ключом к завершению нашей работы на этой неделе будет двухпартийное сотрудничество в обеих палатах, заявил лидер большинства в Сенате Чак Шумер. Выступая в Сенате, хотя ультраконсерваторы в Палате представителей заявляют, что они выступают против сохранения открытости правительственных агентств на нынешнем уровне финансирования, спикер может обойти их, полагаясь на поддержку демократов. Кокус свободы. В Палате представителей осудил законопроект как «капитуляцию», «временные меры». Законопроект продлит финансирование государственных учреждений на нынешнем уровне, но установит две новые даты истечения срока действия – деньги на сельское хозяйство, питание, транспорт, жилье, энергетику, военное строительство и программы для ветеранов. Срок действия которых истекает в пятницу, будут выделены до 1 марта, ассигнования для остальных ведомств, включая оборону, внутреннюю безопасность и Госдепартамент, срок действия которых истекает 2 февраля, будут продлены до 8 марта, Конгресс не смог уложиться в срок, назначенный на 30 сентября 2023 года. Для одобрения около 10 законопроектов о расходах на 2024 финансовый год из-за требований о глубоком сокращении расходов со стороны небольшой группы консервативных республиканцев в Палате представителей, этот законопроект является третьей временной мерой расходов в этом финансовом году, отдельная битва ведется вокруг законопроекта о чрезвычайных расходах на помощь Украине и Израилю в их войнах против России и Хамаса в секторе Газа Соответственно, президент Украины Владимир Зеленский встретился с законодателями в Капитолии 12 декабря, чтобы обосновать необходимость финансирования, запрошенного Байденом, но встречи с законодателями закончились без республиканских обязательств. Президент США Джо Байден 16 января пригласил лидеров Конгресса в Белый дом для проведения переговоров по оказанию помощи Украине.